Ох уж эти яйца! Пожалуй, столько мифов, сколько вокруг себя собрали яйца, не собрал больше ни один продукт. Потому что нам вещают со всех сторон, что больше двух яиц нельзя, не отъешьте яйца, это самый лучший аминокислотный состав, можно их жарить или нельзя, надо ли яйца мыть, и все в таком роде. И вот как раз сегодня я хотела бы, чтобы мы с вами разобрались, что же все-таки за такой продукт яйца, полезно это или не полезно, и если полезно, то сколько? Это. Поехали! Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская, я нутрициолог, и на этом канале мы учимся избавляться от патологии, состояний и диагнозов при помощи нутрициологии. И сегодня я расскажу вам о самом простом, о самом доступном белке, яичном, естественно, и о самых хороших жирах, естественно, это желток. И также сегодня мы развеем с вами все мифы относительно яиц, и, конечно, поговорим о том, что не всем они будут полезны. А вот чтобы понять, кому будут полезны они, а кому нет, в каком количестве, досмотрите это видео до конца. Куриное яйцо это один из самых питательных продуктов, на самом деле это так, и это самый полноценный белок, я имею в виду по аминокислотному составу, и это самые лучшие жиры, я имею в виду желток. И, пожалуй, такого же продукта, другого найти навряд ли получится. Почему? Потому что там зарождается жизнь. Эта жизнь должна вырасти, то есть снабженная всеми вот этими питательными веществами, и белок должен сохранить эту жизнь. И поэтому, когда мы едим яйца, мы действительно получаем очень питательный продукт, свой рацион питания, ну, как правило, это у нас завтрак. Потому что именно завтрак у нас должен быть максимально наполненным, максимально плотным приемом пищи. Весь день нам нужна энергия, мы эту энергию будем тратить. Не ужин, ужин должен быть уже легкий, потому что нам скоро спать. Поэтому куриные яйца, перепелиные яйца, утиные яйца и вообще любые яйца, которые вы найдете, это идеальный продукт для завтрака. Давайте отдельно поговорим про яичный белок и про яичный желток. Итак, яичный белок это самый лучший, самый полный аминокислотный состав. Почему? Потому что нам с вами нужны аминокислоты. Аминокислоты это такие кирпичики, из которых строится любая наша клетка. И они должны быть заменимые, аминокислоты я имею в виду, и незаменимые. Так вот, яичный белок содержит все их. Это легкий по усвоению белок, в общем-то достаточно легкий, который легко усваивается, легко перерабатывается, и мы легко из него получаем аминокислоты. Но у белка есть одна небольшая особенность. Дело все в том, что когда у вас есть воспаление в желудочно-кишечном тракте, синдром проницаемого кишечника или какое-то аутоиммунное заболевание, то из вашего протокола питания именно яичный белок надо убрать. Почему так вышло? Потому что это не из-за того, что сам по себе белок какой-то плохой, из-за того, что когда-то нам всем делали прививки, которые делались на яичном белке. И по идее нам должны были доставлять в кишечник эти вещества, но это дорого, проблематично, энергозатратно, и поэтому нам их с вами загоняли в кровь. И поэтому мы, если имеем воспаление какое-либо в организме, мы будем реагировать именно на яичный белок. А теперь желток, который, пожалуй, вот и собрал вокруг себя такое количество мифов. Именно из-за желтка нам говорят, что не больше двух яиц в день. Именно из-за желтка нам говорят, что, боже мой, это такой нехороший холестерин, и, пожалуй, надо его полностью исключить из рациона. Это абсолютные мифы, это абсолютно не так. Потому что, что такое желток? Ну, во-первых, это лицетин. Лицетин, который нужен каждой клетке нашего организма. Это лицетин, который дают детям с первого дня жизни, и он улучшает состояние даже таких слабеньких детей. И вот желток, это хорошие, полезные жиры, которые организм пускает, например, на строительство ваших стероидных половых гормонов. Поэтому, если у вас не в порядке гормональная система, обратите внимание на яичные желтки в том числе. А что касается холестерина, то люди, наверное, которые запрещают есть яйца из-за того, что поднимется холестерин, наверное, просто плохо понимают, что такое холестерин и как он синтезируется в нашем организме. Дело все в том, что синтезируется холестерин у нас в печени. И 60-70% холестерина синтезирует наша печень, даже если вы вообще не едите жирных продуктов. Из продуктов питания наесть холестерин нельзя. Это первое. А второе, до тех пор, пока жирный продукт лежит на вашем столе, он не может быть хорошим или плохим холестерином. Мы должны с вами понимать, что высокий холестерин – это цифра, которая не говорит ни о чем, и там есть фракции. Так вот, мы боимся вот этой фракции плохого холестерина. Жиры, которые лежат на нашем столе, они не хороший и не плохой холестерин. Они становятся хорошим или плохим холестерином, в том числе куриный желток, только тогда, когда попадают в наш организм. Так вот, плохим холестерином они становятся из-за того, что у вас опять же есть воспаление в организме, в частности в кишечнике. И тогда холестерин идет как заплатка на ваш сосуд, чтобы закрыть эту брешь. И яичный желток будет в том числе использоваться по назначению. Более подробно о том, что такое хороший и плохой холестерин, в принципе, как с этим всем справляться, у меня есть отдельное видео, и по подсказочке вверху экрана вы можете перейти на него и посмотреть. Итак, мы с вами поняли, что яйца нам не враг. И теперь мы переходим ко второму пункту, как их готовить, то есть в каком виде их принимать. Естественно, самое лучшее яйцо – это сырое яйцо, безусловно, потому что белок, когда варится, он из жидкой формы переходит в такую плотную форму, белеет. Это называется денатурация белка, это уже видоизмененный белок, конечно. Ну и, конечно, желток. Чем он жиже, тем яйцо полезнее, поэтому не надо его до синюшнего состояния варить. Другое дело, что как же есть сырые яйца, вы спросите меня, а как же сальмонеллез? И вот тут еще один миф я, пожалуй, вам развею. Мы привыкли, что нам говорят, яйца надо обязательно мыть. Я, например, никогда не мою яйца. Я тоже когда-то их мыла, увлекалась этим всем делом. А сейчас я поняла, как это работает, и никогда не мою яйца. Дело все в том, что вы никогда не смоете сальмонеллу ни мылом, ни каким моющим средством, ни водой. Если она есть, она есть. И вы не заразились сальмонеллезом из яиц только по одной причине. Его там не было. Так вот, когда вы не моете яйца, то у яиц есть защитная мантия, грубо говоря, иммунитет яйца. И он не дает вот этому всему делу, которое есть на скорлупе, проникнуть внутрь. Но как только вы мочите его, вот тогда да, вот это все с каплями воды растекается, разбрызгивается по всей вашей кухне. И если есть, например, сальмонеллез на яйце, то мало того, что вы его расплескаете по всей вашей кухне, вы никак от него не избавитесь мытьем. Поэтому мыть яйца не надо. Итак, максимально полезные яйца, это яйца, либо сваренные в смятку, либо это яйцо пашот, научитесь его готовить, это очень просто, либо это сырые яйца, если вы уверены в производителе этих яиц. Конечно, мы можем добавлять яйца в какие-то блюда, например, когда вы делаете домашний майонез, это тоже будет сырое яйцо. А вот когда мы яйца жарим или перевариваем, вот это плохо. Потому что, во-первых, когда у нас появляется, особенно при жарке, золотистая корочка, вот это уже конечные продукты гликации, это канцерогенные вещества. Во-вторых, жареное яйцо, это все равно те жиры, на которых вы жарите сами по себе. Как правило, это неправильные жиры. Жиры, на которых вы жарите яйца, потому что, если вы жарите, например, на растительном масле, у которого достаточно невысокая точка горения и плюс зажариваете это все, то, конечно, ничего хорошего не будет. Но если вы даже жарите яйца, например, на масле ГХИ, немножечко закрываете крышку, и они такие чуть схватились у вас, тогда ничего плохого в этом продукте, пожалуй, не будет. Но, тем не менее, конечно же, например, яйцо пашот выигрывает. Поэтому мы с вами приходим к выводу, что ешьте яйца на здоровье, ешьте столько, сколько хотите, но, конечно, наш рацион должен быть разнообразным. И поэтому там 2-3 яйца на завтрак вполне допустимо на ежедневной основе. Если вы тренируетесь, занимаетесь, у вас тяжелая физическая работа, конечно, вы можете себе позволить больше яиц, ничего плохого в этом нет. Но когда у вас в организме начинается проблема какая-то, например, воспаление, вот в этот момент обратите внимание на то, что желтки ешьте, например, я делаю гречку, и туда разбиваю желток. И вот пока гречка доготавливается, желток тоже там чуть-чуть схватывается, и это очень вкусно. А белок тогда из своего рациона я убираю. Это в тот момент, когда я понимаю, что мне надо справиться с воспалением в организме. По ссылке в описании к этому видео вы можете получить 4 бесплатных видеоурока, просмотрев которые, вы уже можете составить какое-то представление о состоянии вашего здоровья. Потому что я там подробно рассказываю о том, что такое воспаление, какие факторы приносят нам его и как оттуда выходить. Мне, кстати, очень интересно, в каком виде вы больше любите есть яйца. Может быть, вы поделитесь какими-то рецептами в комментарии, за что мы будем вам очень благодарны. А если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья Ресурс.